Митингующих на главной революционной площади Киева собралось больше 10 тысяч. Даже смерть косой и та пришла. Однако приглашенные накануне исполняющие обязанности президента Украины Александр Турчинов и премьер-министр Арсений Яценюк Майдан так и не посетили. Часом позже в Кабмине началось министерское заседание и, видимо, встреча длилась так долго, что к народу представители новой власти выйти не успели. Впрочем, у Майдана на это свой ответ. Люди будут стоять и дальше. Ни о какой генеральной уборке с разгоном протестующих и сворачиванием палаток не может быть и речи. Мы выстояли под пулями и выстоим под их враньем. Майдан будет стоять здесь, пока не будет построена система новой власти. Будет избрана новая Верховная Рада и новый президент. И только тогда мы пойдем домой и будем контролировать выбранную нами новую власть. Зато на Майдане присутствовали глава службы безопасности Украины Валентин Наливайченко, министр культуры Евгений Нищук и исполняющий обязанности министра иностранных дел Андрей Дещица, а также секретарь Совета нацбезопасности и обороны Андрей Порубий. Он, кстати, заявил, что президент России Владимир Путин мечтает, чтобы вся Украина стала частью России. И этого допустить никак нельзя. Мы вышли сказать, мы есть. Мы украинцы. Будем сами решать, какой будет наша держава, и куда нам идти, и как нам действовать. Все граждане вышли на протест против банды власти, и никто не верил, что протест победит. В пятницу было четыре месяца Майдана, и мы встретили их Михайловским звоном. Требования общественных активистов митингующие прерывали аплодисментами и криками одобрения. Они хотят провести реформы в стране, сделать прозрачными все бюджетные траты и доходы чиновников, навести порядок в судах. Пакет реформ уже подготовлен и на следующей неделе будет представлен для голосования в Верховной Раде. Еженедельно политики обязаны будут выходить на Майдан с отчетами. Запомните номер 0947. Это проект закона. Когда депутаты нажмут на кнопки, мы с вами потребуем доступ к публичной информации, чтобы знать про бюджетные расходы, сколько в разных областях Украины расходуется денег. На школы, на медицину, на социальную сферу. Мы должны обязательно принять этот закон. Со сцены на Майдане прозвучало и другое предложение – помочь получить гражданство свободным россиянам, которые поддерживают Украину и готовы воевать на ее стороне. В конце выступления из уст гражданина Российской Федерации прозвучало «Россия, вставай!». Это фашистский режим. Я давно не стесняюсь это говорю, что Россия, это сейчас Россия, власть в России захватила коричневая чума 21 века. Это новый Гитлер, Владимир Путин. И этот человек, он будет предан международному трибуналу вместе с той комарилией, которая сейчас развязала братоубийственную войну. «Позор фашистам! Этот режим будет повергнут! Слава Украине! Слава свободной Украине!». К вече присоединилось землячество крымских татар в Киеве. Со сцены Майдана прозвучал их гимн, как символ единства разных национальностей Украины. Сегодня я здесь, в Киеве, на Майдане, появлюсь в поддержку родного народа, родного Крыма за единство с Украины, за мир в наших домах и семьях. Сложно говорить, что в отцени, потому что состояние, которое сейчас в сердце у каждого татарина, сложно сказать. Это только нужно почувствовать, но все-таки иметь поддержку, терпение, силы и желание отстоять родную родину, землю. И это возможно сделать только в детстве, только в понимании друг друга. Кстати, среди агитационных плакатов на Майдане были и такие. С требованием отпустить командира авиабазы в Бельбеке полковника Юлия Мамчура и забрать вместо него исполняющего обязанности министра обороны Тинюха. Во время вечи на Майдане один из активистов, Ярослав Кучер, объявил, что Мамчура освободили. Позже супруга полковника Лариса опровергнула эту информацию, отметив, что супруг не выходил на связь с 22 марта.